Артистская артистка была богата не только 15 семисоюзных республик. Музыканты из ближайших зарубежных стран тоже всегда участвовали в сборных концертах. И сейчас хочу вам показать клип югославской артистки. Заметую песню «Маленький кораблик» Радмила Караклайч. А, ну она... она была... Маленький, маленький, всякий красивый, маленький кораблик сделан из тетрадного листа. Он поплыл и скоро-скоро утонул на повороте, но не утонула с ним мечта. Он поплыл и скоро-скоро утонул на повороте, но не утонула с ним мечта. Если очень хочешь, за его добьешься. Заслуженная артистка Югославии и Сербии Радмила Караклайч сегодня приехала на эту программу из Белграда. Пойдемте, я подожду вас рядом с Михаилом. Он всегда встречается с зарубежными гостями, берет интервью только у президентов, поэтому вы сегодня в этой роли. Прекрасно. Какая хорошая компания. Я здесь. Прекрасная компания. Вот здесь вы рассказывали в начале программы, Наня рассказала, что некоторые поклонники даже дарили квартиры. А вот вам, какой самый неожиданный подарок ваших фанатов? Откровенно говоря, я не была такая счастливая, ничего мне не дарили. Но дарили, как кажется, самое главное, любовь. Любовь, конечно. Я ее чувствую всегда. И так, я думаю, что это лучшего подарка нет. А мне мешало бы, если было еще что-то, но не было. Не помешало бы. Как вы живете сегодня, расскажите? Хорошо живу. Живу хорошо, слава Богу. А мне лучше ничего не дарили, я ей все-таки цветы подарю. Ой, спасибо. Извините, что вы меня спросили, я забыла. Я говорю, чем занимаетесь сегодня? А чем занимаюсь? Ну, знаете, я еще немножко выступаю. Я думаю, все время, ну все, достаточно. Уже все было, что я хотела. И любовь людей, и телевидение, и пластики, и фильм. И уже все. Но как-то приглашают. Я часто бываю в Санкт-Петербурге. Ну, я думаю, что все это, что теперь это сверх всего. Я очень благодарна Богу, что это еще сверх, что мне дарит. И это настоящий подарок, как кажется. А вы замужем? Была. Два раза даже. Больше не хотите? Больше не хотите? Не надо. Я на самом деле замужем, но без бумажки. Не удивляйтесь. Андрей сначала к нами пристал с этим вопросом. Я хотела, чтобы его успокоить этот момент. Да, это важный вопрос, между прочим. Конечно. Это вообще очень важно. Но большая семья у вас... Нет. К сожалению, нет. У меня только сын, которого я очень люблю. И я думала, что у меня не будет детей. Я лежала 8 месяцев в постели, вот так, чтобы задержать, и чтобы он родился. И я думаю, что я правильно сделала. И все это... Теперь он самый важный в моей жизни. Ну, нормально. Я считаю себя счастливой. Разве я не счастливый человек. Видите? Слава всем! У вас! У Молокова! Сейчас еще одна короткая реклама сразу после этого. Сергей Беликов! А также... Спасибо.